МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это утреннее шоу Ростов. Сегодня на радиостанции Ростов-ФМ 89,4. Анна Стрелецкая в новостях затронула тему Дня России, который будет отмечаться на этих выходных. И сегодня в гостях у нас Андрей Косенко, начальник отдела по делам молодежи администрации города Ростова-на-Дону. Все подробности празднования Дня России мы будем узнавать у него. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Мы ежегодно этот праздник любим для всех россиян, для всех граждан, для молодежи в том числе, конечно же. И, знаете, чтобы предкусить это мероприятие, вот вчера буквально глава администрации вручал лучшим школьникам паспорта. То есть ребята почетные, почетные для них, кто спортом занимается, волонтерством, общественной деятельностью в школьные годы, получать в администрации города была организована экскурсия, свой первый и очень важный в жизни документ. Естественно, они к этому готовятся психологически, морально. То есть одна из таких, знаете, правильно вы сказали, не только мероприятие 12, но еще и в преддверии проводятся различные дискуссионные площадки, концерты, вот такие события. В районах города тоже главы вручают. Очень много уже, как вы сказали, информации подробно, прямо на ней можно не останавливаться, но она есть на сайте администрации города. То есть различные события масштабные, серьезные, большие. Помимо того, что перекрытие, как будут движения, ну и еще какие площадки будут. Безусловно, с утра начнутся, помимо того, что в районах мероприятия, ну такие центральные, большие, на театральную площадь. Театральная площадь, сразу для справки, будут в течение всего дня перекрыты. Да, поэтому, ну не просто будут перекрыты. Там не будет места пустовать, ребята. Нет, будут смотреть, что на сцену, на саундчек. Саундчек не везде, естественно, проходит, вы понимаете. Значит, с утра там будут проводиться спортивные мероприятия. Это уже всем известный велопробег и забег. Серьезно, оно начнется в 11 часов, сам забег, то есть от театральной до посадовой, ну и, так скажем, обратно. И аналогично велопробег, он начнется в 12 часов, ну чтобы разграничение было, чтобы, как в шутку сказали, соревновательного характера. Не получилось. Стенка на стенку, да. Вот, но на этом, как бы, театральная площадь не замолкает. Есть у нас фонтанная площадь рядом. И параллельно с этим там также с 10 часов будут различные площадки активности по всей фонтанной площади вокруг. Это спортивные, молодежные активности. Это и квесты, которые мы назвали метки России. Сразу для пояснения, все площадки, которые сейчас буду называть, исходили от спортивных объединений, молодежных. Это те самые инициативы, которые мы и сформировали. Это участники будут проходить определенные этапы, задания, ну как традиционные квесты, но посвящены, безусловно, празднованию дня рождения нашей Великой России. И по окончанию, конечно же, команда собирает определенное слово в стихотворение, которое посвящено России. Все вместе его зачитывают. То есть не просто замысел, а какие-то они строчки, слова будут находить по территории фонтанной площади. Я думаю, мы перейдем немножко к колесу обозрения. И мы сейчас, так скажем, запустили в соцсети, во всех порталах, приглашение к участию, чтобы команды формировались не просто, там нашли студентов в определенных вузах, вот вы команда, вы, вы. Они формировались. Уже обратные отзывы есть. Так. Не только общественных организаций молодежных, от профсоюзных объединений. А просто семьи могут прийти? Конечно. Большая армянская семья. Возрастных ограничений нет. Много очень активности, в том числе мы дали старт фотоконкурсу. Ух ты. Да. Я часть Великой России. А, да, где-то мы читали в средствах массовой информации о том, что в Инстаграме нужно размещать под определенным хэштегом. А потом, кстати, какой-то приз, но какой приз не сообщалось. И вы не сообщите нам сегодня, да? Конечно. Даже вот так вот, чтобы мы... Мы его сообщим 12-го числа на Фонтанной площади. У нас как раз-таки одна из площадок, которая вспомнила. Литература на гостиную. О-о-о! На Фонтанной площади будет, и там будет сцена определенная, да? И молодые поэты Ростова смогут исполнить, естественно, стихи своего. Уже один есть, Алексей, я вас уже официально приглашаю. Алексей, приходите. И, естественно, известных русских поэтов. Также мы хотим совместить, чтобы и Квест, и вот эти вот ребята из литературной гостиной, из этого проекта, да, провели, определенная у них задумка есть, флешмоб «Русь моя». То есть все стихи, которые сформировали, и те, кто придут. Четверостишья мы выберем. Стих мы такой уже на День молодежи, День города делали, Евгения Нигина читали. Так. И каждому раздадим четверостишья и синхронно прочитаем «Фонтанная площадь». Ой, здорово. Читающий можно назвать флешмоб. Вот мы с вами за эфиром говорили о, скажем так, ну, таких молодежных направлениях. Что вот в этом плане будет? Ну, помимо спорта, понятно, да? Какие еще могут быть площадки, кто может поучаствовать? Да, помимо, конечно же, спортивных моментов, это и силового экстрима, и сдача норм ГТО. Ох, шикарная вещь. То же эта площадка будет, естественно, вот. Мы будем, батутный центр там будет, где можно попрыгать взрослым. Серьезно? Дартс, бадминтон. На батуте взрослым? Да, бадминтон, площадка городские волонтеры. А настольный теннис будет? Потому что у нас Катя маэстро настольного тенниса. Я вам так скажу, дорогие радиослушатели, в парке Революции есть специально оборудованная площадка, общедоступная. Там 8 теннисных столов. Замечательное место в тени. Каждый день Катя Звездина. Я люблю настольный теннис, и я рекомендую вам, если вдруг пойдете, а не если вдруг, а вы пойдете на празднование Дня России на театральной площади, захватите с собой набор ракеток, сетку и пару мячиков, и там часик можно постоять. Надо Катю сделать в настольный теннис. Да, надо прям пойти втроем и друг друга сделать. Хочется вот, как бы, апогеи, понятно, концерт, апогей, трансляция с, значит, картинкой. Фейерверк. Фейерверк. То, что любят жители театралки, а я прям обожаю фейерверки. А это, знаешь, за всегда. За всегда, да. Всегда можно в этот день свадьбу делать, становишься фейерверки. Я так понимаю, в 10 вышли по шикарным фейерверкам. Дорогая, это тебе. И на музыканта. Я ради тебя Кристина Арбакайцев привезла. Ну, что хочется еще рассказать. Не утаишь этого факта. Вот буквально в 8-часовом новостном выпуске говорилось о том, что будет громадный флаг такого-то, такого-то размера. Что с этим флагом будут делать? Когда вообще, как это можно лицезреть? Может быть, даже можно подержаться за него? Да, самый большой флаг получается Российской Федерации. Длина 300 метров, ширина 4,5. Будет он развернут, и мы его пронесем в формате, так скажем, шествия на Садовой от Кировского, где музыкальный театр, и войдем прямо в театральную площадь. Ух ты. В этом уже принимают участие. Это, естественно, желающие и спортсмены, и школьники, и студенты. Многие с родителями приходят. То есть возрастных ограничений не сделали, сформировали эти группы. Это же, естественно, должно быть все в организованном плане. Но посмотреть можно по улице Большой Садовой. Она будет доступна для пешеходов. Пешеходная часть, театральная площадь, куда его занесут. То есть не в пустую театральную. Там люди уже будут кто собираться. Мы там, естественно, организуем определенный коридорчик, чтобы это не мешало никому, и нам не мешали. Безусловно, это возможность прикоснуться к величию нашей страны, к нашей истории, к нашему сегодняшнему, настоящему, не просто будущему. Связь поколений возглавят это шествие юные наши барабанчики, которые будут задавать ритм. Ну и тоже у каждого хорошее настроение. Как вы сказали. Здорово. Кто захочет быть с аквагримом, с флажками, тоже. Ну, это праздничное. Всем welcome. Завершится все фейерверком. Торжественная часть без нее никак. И будут массовые исполнения гимна Российской Федерации. Это будет почти перед фейерверком. Поэтому все на театральной площади смогут исполнить вместе гимн нашей великой. Мощно. Прекрасно. Мощно. Спасибо вам большое. Разобрались почти со всеми мероприятиями. Все, что не охватили, друзья, читайте. Есть на порталах. Опубликовано. Да хватит читать. Приходите, пожалуйста. И проведите день на театральной площади совсем города. Друзья, в гостях у нас был Андрей Косенко, начальник отдела по делам молодежи администрации города Ростова-на-Дону. Еще раз вам спасибо. Удачи. Терпение и сил. Пусть все классно пройдет. Пусть все классно пройдет.